О развитии образования на Кубани мы говорим сегодня с начальником управления общего образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Мясичева, Елена Валерьевна, здравствуйте Добрый день Давайте начнем с поддержки семей, имеющих детей Какие существуют меры поддержки для таких семей? Можете рассказать о соответствующем региональном проекте, который так и называется Поддержка семей, имеющих детей Ну и как часто родители обращаются к вам за этим? Последнее время государством большая работа ведется по поддержке семей И, конечно, это касается и отрасли образования Не зря в национальном проекте образования Есть федеральный проект поддержки семей, имеющих детей И, конечно, наш Краснодарский край в этом проекте принимает участие Этот проект в большей своей степени нацелен на поддержку непосредственно родителей Которые имеют детей в возрасте до трех лет Или хотят взять на воспитание в свою семью таких ребят Непосредственно это касается, как я уже говорила, родителей Они могут получить консультацию, как педагогическую, психологическую Где-то, возможно, методическую консультацию по воспитанию и развитию ребенка до трех лет И много таких родителей, которые обращаются с подобными? Вы знаете, в последнее время, да, часто родители задают вопрос Как научить ребенка, даже как правильно держать ложку С какого возраста учить ребенка держать ручку, карандаш И на такие вот, казалось бы, простые вопросы отвечают педагоги дошкольных образовательных организаций Центров диагностики и консультирования, которые работают у нас в Краснодарском крае Но, как я уже говорила, что каждый проект, он реализуется И, конечно, у него есть результаты Вернее, мы должны достичь каких-то результатов Так вот, непосредственно в данном проекте У нас за последний год около 200 тысяч Мы выдали консультации родителям Да, они касались не только воспитания, развития Но и родители заказывали, так скажем Или просили, чтобы была возможность пообщаться с представителями медицины Да, потому что их интересовали эти вопросы Ну, самый такой банальный вопрос Когда учить ребенка ходить в туалет? Казалось бы, простой вопрос Но вместе с тем, для большинства родителей Это стало таким вот вопросом в развитии физиологического ребенка До этого нам все объясняли наши мамы, папы Бабушки, дедушки наших детей И да, сейчас получается, что эта обязанность перекладывается на вас Вы знаете, сейчас родителям, молодым родителям Конечно, проще зайти в интернет Пообщаться в сообществе таких же молодых родителей Посмотреть методические рекомендации, которые Почитать книги Но это все делается в интернете И для того, чтобы не складывалось у родителей Неправильное понимание воспитания Вот, наверное, скорее всего, и для этого Тоже был создан и реализуется данный проект Хочу обратить внимание, что у нас Совместно с Министерством просвещения Российской Федерации Есть родительский навигатор Это федеральный портал, где родители Он называется «Растим детей» Где родители могут получить онлайн-консультации Задать вопрос, который их интересует И специалисты в системе дошкольного образования Психолого-педагогической направленности Могут родителям подсказать, где найти ответ Или уже предложить варианты ответов В данном навигаторе есть очень много вкладок Они касаются не только развития и воспитания детей раннего возраста Но и в прошлом году Министерство просвещения Добавили вкладки по развитию и воспитанию детей школьного возраста И подросткового периода Это такой многочисленный, многогранный, скажем, портал Где есть вкладка и непосредственно Краснодарского края То есть, когда родитель задает вопрос И прописывает, в какой территории он проживает То непосредственно уже специалисты нашего Краснодарского края Могут дать ответ на интересующий вопрос А что касается личного контакта с нашими специалистами Как вообще это происходит? То есть, приходят родители, они должны записываться на прием И вы, им выделяется специалист для общения У них общение регламентировано Там дается, допустим, час, может быть, или полтора Как вообще это происходит? Ну, работа в данном направлении построена у нас по нескольким направлениям Первое – это родитель может лично подойти в образовательную организацию Так как дети здесь в основном до трех лет Данный проект реализуется для родителей, имеющих детей до трех лет То это, конечно, и Министерством образования Вместе с муниципальными образованиями Было принято решение, что в данном проекте Будут принимать участие дошкольные образовательные организации То есть, родитель может подойти в дошкольную организацию Задать вопрос непосредственно, который его интересует И ему будет предложена консультация Второй вариант – это можно зайти на сайт образовательной организации Тоже детского сада Там есть вкладка «Консультативная помощь» Там записаться на прием, обозначить, какие интересуют вопросы родителя Какого бы специалиста они хотели бы услышать мнение И будет назначено время, когда родитель, папа или мама Могут подойти и получить консультацию Скажите, а в этом проекте участвуют некоммерческие организации? Министерством просвещения Российской Федерации Вот в прошлом году, в 2019-м, был объявлен конкурс И уже в конкурсном отборе принимали участие Непосредственно некоммерческие образовательные организации По данному направлению направлены федеральные деньги Наш край тоже принимал участие в этом отборе У нас есть образовательные организации, которые победили в этом отборе Две некоммерческие организации являются победителями И уже с этого года стали полноправными участниками данного проекта В том числе и с привлечением средств из федерального и краевого бюджетов Краснодарский край принимал участие в 2018-м году и в 2019-м году По участию в данном проекте И нам удалось привлечь федеральные средства И в 2019-м году у нас было 4 образовательных организации В этом году гораздо больше И хочу обратить внимание, что в этом году у нас принимают участие Ну, реализуют данный проект, да Это детские сады Города Краснодара, Новороссийска, Сочи, Армавира Центры диагностики и консультирования Это краевой центр У него есть 14 филиалов в муниципальных образованиях И, как я уже говорила, это две некоммерческие образовательные организации У них тоже есть, получается, специалисты-педагоги и специалисты с медицинским образованием Ну, раз они оказывают такие консультационные услуги Ну, консультационную помощь мы оказываем родителям И они, как я уже говорила, делают запрос Какой педагог или какой специалист их интересует В дошкольных образовательных организациях Как в Центре диагностики и консультирования Работают учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи Консультацию также могут оказывать воспитатели Ну, и те специалисты, которые работают или которые интересны для родителя Ну, это сотрудники детского сада Вот, как я говорила, родители также изъявляют желание Чтобы был приглашен специалист из другой области Тогда у нас есть возможности И мы приглашаем специалиста, который интересует родителей Ну, вот в последнее время очень часто родители хотят получить консультацию врача-психиатра С чем это связано? Почему? Ну, потому что родители, как бы, в последнее время Они обеспокоены с развитием своего ребенка И иногда думают, что это какие-то отклонения Ну, дети, конечно, другие, совершенно другие, естественно Да, конечно, мы стараемся Ну, педагоги дошкольных образовательных организаций Они стараются пояснить, показать, рассказать родителям Иногда это бывают просто опасения родителей А иногда это первые признаки, что нужно заняться более детально развитием ребенка Пройти медицинское дообследование, так скажем, да Пройти психолого-медико-педагогическую комиссию Чтобы дальше выстроить образовательный маршрут ребенка Вот как? Этот проект рассчитан на какой период времени? Вместе с нацпроектом он в составе нацпроекта реализовывается И, соответственно, сроки у него, как у национального проекта Да, да, вы совершенно правы Он в рамках нацпроекта И до 2024 года данный проект будет реализовываться Но мы надеемся, что он не прекратит свое существование в 2024 году Продолжить развитие И, конечно, мы и до нацпроекта, скажем, давали консультации родителям Но это чаще всего были родители, чьи дети уже ходят в детский сад Вот сегодня и данный проект, его цель На то, чтобы консультировать и помогать родителям Чьи дети еще не попали в дошкольную образовательную организацию Или не посещают образовательные организации Готовить их к социуму, получается Да, больше на это нацелен проект Хорошо, с этим проектом понятно Теперь поговорим о том, как проводится работа По сокращению разрыва между сельскими и городскими школами Тоже знаю, есть соответствующий региональный проект, который реализуется Вот о нем расскажите Правильно говорите, что у нас есть региональный проект Я вот здесь уточню, если разрешите Национальный проект образования, он включает в себя 8 региональных проектов Об одном из них мы уже с вами поговорили Поддержка семей Следующий проект, это большой проект И, наверное, один из ведущих проектов Это современная школа Он затрагивает систему общего образования И, конечно, его главная цель Это чтобы стереть грани между образовательными организациями города И сельской местности Он имеет несколько направлений Вот одно из таких направлений Это материально-техническая база Усовершенствования, укрепления ее обновления Материально-технической базы Второе направление Это в содержательном плане Возможность повышения квалификации педагогов И создание условий Где дети из сельских школ Будут получать те знания, навыки Которые возможны в условиях города И вот один из таких направлений Это создание центров гуманитарного и цифрового развития Точки роста Данный проект объединяет в себе Несколько областей учебных Это информатика, технология и основы безопасности жизнедеятельности Где нам удалось вместе с муниципальными образованиями Вместе со школьными командами Создать условия Где ребята будут получать данные знания И участвовать в разработке различных проектов Которые в дальнейшем они реализуют В условиях своей школы И своего населенного пункта Уточните, пожалуйста, эти центры, точки роста Где они расположены? То есть как это выглядит вообще? Данные центры располагаются в школе В каждой школе? В сельской школе В каждой сельской школе В каждой сельской школе Точки роста располагаются в школах, которые находятся в сельской местности В прошлом году нам удалось таких точек открыть 153 Это по краю всего? В Краснодарском крае, да До 2024 года мы должны создать 570 таких точек роста И они все будут открыты в школах, находящихся в сельской местности Это не отдельно стоящее здание или отдельно построенное Для этого проводится анализ кабинетов, площадей, которые есть в школе Которые могут объединить в одном месте несколько кабинетов Сделать зону для общения детей Для этого в Министерство просвещения были направлены в субъекты Российской Федерации Методические рекомендации по созданию данных центров Объединяющих какое-то образовательное пространство Мы разрабатывали вместе с образовательными организациями Скажем, дизайн-проект Вот именно точки роста, они имеют свое название Это единый дизайн-проект Да, это единый дизайн-проект Каждая точка роста Проводили закупку оборудования, поставку оборудования И с начала учебного года этот уже проект стартовал То есть сейчас у нас работает в крае 153 точки роста Где дети изучают основы программирования Это более шире и выходит за рамки учебной программы информатики Получают основы первой помощи В рамках учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности И как себя правильно вести уже на примерах На том оборудовании, которое они приобрели И предмет технологии, где ребята могут уже моделировать, проектировать И создавать свои предметы труда на 3D-принтерах Даже 3D-принтеры закупили? Да Вот здесь как бы есть возможность у ребят уже на селе Использование вот этой техники Получается для них это как факультатив? Данное оборудование, то что было приобретено Оно используется не только в факультативах, кружках Скажем, но и во время учебного процесса Ну понятно То есть на уроках Но занятия в точках роста для них это идет как факультатив? Это идет во время неурочной деятельности Ну конечно это по желанию Мы конечно опасались, что не пойдут дети Будут настороженно к этому относиться Но вы знаете, мастерство педагогов Все-таки привлекло внимание и интерес детей Плюс еще, вот я не сказала, в точках роста Мы активно как бы расширяем и представляем И реализуем вместе с педагогами Это проект шахматы в школу То есть там есть шахматная зона Где детей учат играть в шахматы И уже потом в дальнейшем проводят мастер-классы и соревнования по шахматам Педагоги, которые преподают эти так называемые факультативы в точках роста Они те же самые, которые уроки ведут? Или дополнительно набираются? Каждая школа рассматривает свой педагогический ресурс самостоятельно Конечно же мы рекомендуем, чтобы при реализации программ дополнительного образования Это был педагог дополнительного образования Если оборудование используется в урочное время на уроках То это, конечно, учителя информатики, технологии и ОБЖ Но прежде чем начать свою трудовую деятельность в рамках точек роста Все педагоги, которые должны будут работать в этом году на новых точках роста И продолжают работать в наших уже действующих Они проходили и будут проходить повышение квалификации То есть оборудование для них какое-то новое А какое-то уже они его использовали Но вместе с тем реализация новых образовательных программ Она требует повышения квалификации Все, теперь все ясно Переходим к следующему вопросу Как у нас в школах края внедряется безопасная цифровая образовательная среда? Это еще один проект, который реализует Краснодарский край Цифровая образовательная среда Одно из направлений, главное, которое сейчас реализуется в этом проекте Это безопасный интернет Основной задачей данного проекта является создание современной безопасной цифровой образовательной среды В образовательных организациях, которая позволит обеспечить высокий интернет, качественный интернет и доступный интернет для всех видов образовательных организаций Мы в прошлом году данную такую модель реализовали на ряде школ В этом году в проект вступает 90 школ и 12 учреждений среднего профессионального образования Это будет более, так скажем, мощный интернет-поставка в образовательную организацию И возможность использования данной платформы в урочной деятельности То есть если мы раньше, учитель работал все время у доски То сейчас в своем уроке он может использовать планшеты, ноутбуки с выходом в интернет И где ребята могут увидеть, так скажем, видеоматериалы к данному уроку Или получить мини-консультацию или мини-экскурсию по музею Или же консультацию педагога или специалиста в данной области Вот это как бы основное, на что нацелена цифровая образовательная среда Главное, чтобы писать не разучились Ну это конечно И у доски отвечать в том числе Да Ну в этом плане тоже предполагается повышение квалификации педагогов, как я понимаю Да, конечно, потому что использование интернет-ресурсов во время как учебной, так и внеурочной деятельности Оно требует у учителя понимания Здесь должна быть, так скажем, компромисс между классикой урока Да, и этими новыми введениями Нельзя переборщить, как говорят Чтобы был один только интернет-урок Тогда для чего учитель в классе Ну да Да, когда можно все посмотреть в интернете И иногда родители говорят, зачем ходить в школу? Можно все дома дистанционно Но вместе с тем, вот сейчас мы говорим о том, что все должно быть дозировано И ребенок должен понимать и учиться находить те материалы, которые ему необходимы Даже вот в сети интернет То, для чего как бы дальнейшее, как его будет строиться, дальнейшая профессиональная жизнь Но в то же время не должен забывать о ручном труде Это я понимаю Так, давайте немножечко вернемся к предыдущему еще вопросу По поводу сельских школ Как удается привлекать педагогов в сельские школы? Какие существуют для них программы, меры стимулирования? В этом году наш край принимает участие в реализации федерального проекта «Земский учитель» Мы понимаем потребности сельской школы Иногда бывает так, что учителей не хватает на селе И учитель может преподавать 2-3 предмета Наверное, для этого и была предложена субъектом программа «Земский учитель» Мы в этом году планируем, что к нам в сельские школы Прибудет и будет работать с нового учебного года 103 педагога Каждый педагог получит по выплате в размере 1 миллиона рублей Данная выплата, она не носит целевого характера Поэтому каждая семья, каждый педагог, который приедет к нам работать Я имею в виду в сельскую местность, в школу Он принимает решение самостоятельно, на что он ее потратит Министерством образования вместе с муниципальными образованиями Была проделана большая работа Проведен анализ вакансий, которые имеются в образовательных организациях И уже с 10 января по 15 апреля мы проводим прием заявлений Желающих принять участие в данном проекте Но идут все-таки Вот знаете, в первые дни января нового года, календарного заявлений было очень много Было очень много звонков Звонки были как из, внутри нашего субъекта, так скажем Когда люди из городской местности хотят переехать в сельскую Ну и вместе с тем достаточно такая большая доля была звонков из других субъектов А мы можем и их тоже привлекать к нам Да, мы можем как бы здесь нет ограничений по месту проживания Главное, чтобы претенденты понимали, что они едут в сельскую местность Что им нужно будет отработать определенное время И работать они будут в сельской местности Да, поэтому вот здесь как бы были даны консультации Сейчас идет уже непосредственно подача документов на региональный портал Так, идет речь об учителях начальной школы, да, педагогах и дальше В данном проекте могут принимать участие учителя Это учителя начальных классов, среднего и старшего звена Какие требования предъявляются к тем, кто хочет поучаствовать в этой программе? Есть ли они? Конечно, эти требования есть Будущие претенденты могут с ними ознакомиться Но я назову основные Это, конечно, наличие высшего или среднего профессионального образования Конечно, мы прописываем возраст претендента до 30 лет Претенденты будут рассматриваться, чтобы был стаж педагогической работы, который не превышает 5 лет Поэтому вот так скажу, что данный еще проект, он нацелен на привлечение молодых кадров на село И мы надеемся, что на село к нам приедут с семьями Потому что один из критериев – это наличие семьи у претендента, который будет работать в школе Спасибо вам большое за беседу, всего доброго Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин